Сегодня понедельник, а значит время пополнять индивидуальный инвестиционный счет и инвестировать на фондовом рынке. Напомню, что в рамках этого шоу каждую неделю я пополняю свой яиц с полного нуля. И вот он уже в прошлый раз достиг отметки 800 тысяч рублей. Но вот поскольку сегодня у нас рынок падает, сегодня не слабая коррекция, он откатился на 10 тысяч за сутки. То есть акции просели, акции упали на полтора процента суммарно. И я выгодно их сегодня покупаю на обвале. Сегодня мне нужно будет пополнить иис на 50 тысяч рублей, ну минус налог нужно будет вычесть. Однако перед этим я хочу показать статистику, ну и сам посмотреть, поскольку мне интересно, что там после этого обвала происходит. Причем обратите внимание, сегодня рынок не слабо упал, у меня портфель достаточно волатильный, на 1% сегодня снизился основной. Индивидуальный инвестиционный снизился на 1.6%. При том, что S&P 500 навалился суммарно с открытия только-только гэпом на 0.8%. То есть у меня портфель, как видите, более волатильный сейчас, чем индекс S&P 500. Заходим на Тинькофф, давайте посмотрим, что там происходит с нашим счетом. Брокерский счет, основной доходность по нему за счет того, что сегодня был большой минус, доходность не слабо просела. Индивидуальный инвестиционный, вообще в минусе. А, ну, очень странно, не понимаю, откуда здесь взяла такая цифра. За полгода доходность показывает всего лишь 20 тысяч рублей, но вот видим, что рынок падает, доходность съедается. Но почему-то за месяц он считает снова неправильно. Ну, вот такой вот у нас Тинькофф инвестиций, так он и работает. Минус 76 тысяч как будто бы нарисовалось. Ну, интересно, интересно. Как видите, вот так вот выглядел счет у меня за время его введения. Он практически экспоненциально растет, учитывая, что сначала я пополнял его не сильно, потом мой YouTube-канал начал набирать больше просмотров, больше стал приносить доходы. Я начал пополнять его сильнее, плюс база самописи растет, оттуда капает еще доходность. То есть красиво достаточно это выглядит. В идеале он должен так и продолжиться, но вряд ли мой YouTube-канал будет расти такими темпами. Что ж, давайте пополняем ИС и покупаем просевшие акции как раз-таки в довольно выгодный момент. С учетом налога мне нужно пополнить счет на 47 тысяч рублей. Вводим сумму, нажимаем кнопку «Пополнить». Деньги вынесены на счет, заходим в портфель, смотрим, что с ним сейчас происходит. Четко закрепилась цифра капитала выше 700 тысяч рублей, 47 тысяч 76 рублей на счету. За них мы покупаем доллар, а за доллар просекшие американские акции. Единственное, что доллар за сегодняшний день вырос на полпроцента. Это не очень хорошо, поскольку покупать его мы теперь будем дороже. Последний раз я его брал 18 февраля, с тех пор он подрос на, получается, больше чем полпроцента. Неплохо с точки зрения прироста капитала, но плохо с точки зрения того, что мне придется покупать его по завышенной цене. Нажимаем «Купить», выбираем индивидуальный инвестиционный счет. Вот, доступен 631 лот на ИС, со счета ИС, комиссия составит всего лишь 23,5 рубля. Замечательно, нажимаем кнопку «Купить». Доллары куплены, заходим в портфель. Теперь уже наши деньги начинают постепенно работать. Ну, если можно, конечно, доллар назвать рабочей валютой. Она все-таки обесценивается. Ну и дальше давайте посмотрим, какую компанию мы берем сегодня. Нужно было увеличивать долю в Адобе. У меня вот как раз 664 доллара. Одна акция стоит 468. Нам как раз на одну акцию хватает. Но, кроме того, упал и Фейсбук. Больше всего падает сегодня Майкрософт. Майкрософт и Фейсбук докупить нужно было тоже. В прошлый раз мы брали Apple. Довели капитал в Apple до уровня Google. Причем, когда мы будем покупать Google, копить на него придется 2000 долларов. Ну, довольно долго. Учитывая, что пополнять я могу в неделю. Ну, как мы видим, в последнее время долларов по 600. Окей. Сегодня будем докупать либо Адобе, либо Фейсбук по плану. Давайте посмотрим и туда, и сюда, что там с ними происходит. Я думаю, что есть смысл взять сегодня Адобе, как и планировали в прошлый раз. Ну, вот Фейсбук мы сколько покупаем. Он все крутится на одном месте. И вот чуть-чуть сегодня пошел вниз. Может быть, как раз вот эта вот зона распределения после резкого роста стоит на одном месте. Может быть, он как раз сейчас откатится вниз. И впоследствии его можно будет выгодно купить. Давайте посмотрим, что там происходит с компанией Адобе. Примерно то же самое, кстати, Microsoft ведет себя немножко иначе. Ну, у него был позитивный отчет. Я про это, пожалуйста, рассказывал. И на позитивном отчете он как раз-таки вот из этой зоны, где тот же Фейсбук стоит, где стоит тот же Адобе. Он стрельнул вверх довольно резко на 10%. С тех пор упал на 0,5%. Вот с момента моей последней покупки Microsoft, поэтому сегодня брать не будем. Он стоит дороговато за счет того, что подросла выручка прибыль по отчету. Берем Адобе. Нажимаем кнопочку «Купить». Мы видим, как его график выглядит, где я его покупал. Сейчас я его покупаю дешевле, чем в среднем было до этого. Замечательно. Нажимаем «Купить». Выбираем один лот на индивидуальный инвестиционный счет. Комиссия составит 24 цента. Замечательно. Покупаем. Акции Адобе куплены. Заходим в портфель. Смотрим, сколько денег осталось на счету. Осталось 196 долларов. Этого хватит разве что на одну акцию Apple. Google, но брать я ее не хочу, поскольку пламо уже и так докупили достаточно много. Есть смысл подкопить денег и взять одну акцию Google. Но перед этим нужно до 2000 долларов довести Facebook и Microsoft. Это получается буквально две акции Facebook нужно купить. И Microsoft не хватает еще буквально 370 долларов. Тут тоже две акции купить и все будет замечательно. По 2000 долларов на каждую компанию будет в портфеле. Обратите внимание, что у меня и основной счет достаточно волатильный. Поскольку здесь компании растущие. Поскольку они, как правило, имеют оценку P.E. выше рынка. Такие компании обычно достаточно волатильны. Ну вот там на 1% волатильность. Здесь же на индивидуальном инвестиционном счету практически 2% сегодня испытывают компании падения. Это IT-сектор, он перегретый, он достаточно дорого стоит. Ну вот поэтому волатильность здесь сейчас будет повыше. С одной точки зрения, мы можем сейчас накупить акции довольно дорого, они могут сильно просесть. Но с другой точки зрения, мы как раз долгосрока инвестируем. Компании может быть оценены дороговато, но это за счет того, что у них прогнозируемая выручка-прибыль будет расти неслабо. И если они скорректируются сейчас за счет повышенной волатильности, можно их только дешевле купить. И в долгосрока они в любом случае восстанавливаются. Вот каким-то таким образом я сейчас мыслю. Для тех, кто досмотрел до данного момента, у меня есть подарок. Вы можете получить, забрав карту Тинькова или открыв брокерский счет по ссылке в описании, одну тысячу рублей. Сейчас буквально минутку расскажу об этом. В описании будет ссылка на подарок в тысячу рублей за заказ дебетовой карты Тинькова. Дебетовая карта, напомню, это карта не кредитная, а так, где вы расплачиваетесь своими деньгами. Карта при выполнении определенных условий абсолютно бесплатная. И, кроме того, вы получаете большой кэшбэк, а тысяча рублей это то, что вам дадут. В случае, если вы за первый месяц потратите по карте пять тысяч рублей, сверху всех кэшбэков, то есть идете в магазин, покупаете продуктов на пять тысяч рублей, получаете тысячу в подарок. Вот такое интересное предложение, плюс актуалочка для моих подписчиков новых. Ссылка в описании на регистрацию счетов Тиньков брокерского на тысячу рублей. Вы получаете также подарок, если за первый месяц покупаете чего-то на брокерском счету, на акции, облигации и фондов на пять тысяч рублей. Открываете счет по ссылке внизу, пополняете его, покупаете себе акции облигаций на пять тысяч и тысячу рублей, еще получаете сверху, то вы же можете их инвестировать. Такой приятный бонус, подарок для новых зрителей канала. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, подписывайтесь на канал, по ссылкам в описании забирайте карту, открывайте брокерский счет, получаете по тысяче рублей за каждую из возможностей. И ссылочки в описании будут на мои другие социальные сети, там контента я публикую больше, это инстаграм аккаунт, это телеграм аккаунт, заходите, подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайки, всем удачи. К слову, еще забыл сказать про то, что доллар сегодня в моменте рос на полтора процента, но его оперативно распродали и он вернулся к практически стартовым значениям. Всем удачи.